Самым явным претендентом на победу в гран-при «БеллатР» был тяжеловес Мэтт Митрио, в прошлом победивший Федора Емельяненко в непростом поединке. Он уступил Райану Бейдеру, избравшему тактику контроля на канвасе против качественного ударника, которую воплотил в жизнь. Емельяненко без особых трудностей преодолел соперников в предыдущих поединках турнира. Стоит понимать, что последнему императору уже 42, и после камбэка, которого по логике и быть не должно, он доказал, что еще достоин чемпионского звания. В таком возрасте тренировки даются куда сложнее, чем раньше. Для подготовки к новому бою требуется больше времени и слаженной работы всей команды, а не только самого бойца. Против Федора выйдет жадный до побед и признаний только-только ставший чемпионом «БеллатР» Бейдер. Моложе на 7 лет и, по заявлениям бойцов-ветеранов, именно в 35 открывается пик формы физической и психологической. Если, конечно, боец продолжает выходить в октагон в таком возрасте. На Райна работает огромная мотивация стать обладателем двух чемпионских поясов одновременно. Емельяненко не исключает, что бой за титул чемпиона «БеллатР» окажется крайним в его карьере. В интервью он неоднократно заговаривал о том, что выходить в октагон бесконечно невозможно. Он и так опроверг мнение, что после 40 биться невозможно. Вероятно, после победы он выйдет на защиту титула, но может и отказаться от него. Довольствуюсь званием первого турнирного чемпиона. Поражение же гарантированно выведет его из списка активных бойцов. Бейдер остается воодушевленным боем Федора и Сонана в полуфинале Гран-при. Федор показал баланс в определенных позициях даже тогда, когда Сонан повалил его. Емельяненко не смог уйти от тейкдауна в исполнении Чела. Мои атаки в борьбе отличаются от того, что показал нам Сонан. Я стараюсь забрать обе ноги и оставаться в выгодной для себя позиции сверху. Бейдер в инстаграм-посте 26 января США против России и обещает победить Федора в этом поединке. Поддержите, ребята, и вы, Федора, в инстаграм. Всем удачи!